Наверное, сейчас кто-то, слушая меня, думает, что это мое субъективное такое мнение по поводу медицины, так как не повезло мне лично здесь с медициной или моим родителем. Вот поэтому у меня сложилось такое мнение, а вообще-то это случай единичный. Смотрим газету ВГ за 2011 год с шокирующим заголовком. Человек умирает каждый день от врачебных ошибок. Если вы подумаете, что за эти годы что-то как-то исправилось, вот сейчас статья за 28 июня 2017 год, и вот перевод. Государство выплатило почти 3,5 миллиарда за неправильные методы лечения. То есть как это было, так оно и продолжается. Когда нам приводится какая-то цифра, мы редко реагируем как-то на это, потому что сухие цифры, не зря такое есть выражение. Также вот как вставлю здесь пару слов про Барноверн, когда говорят, вот какая-то цифра 53 тысячи восемьдесят восемь детей и подростков в возрасте от нуля до 22 лет получили помощь от Барноверн. Что вам эти цифры говорят? В принципе пропустили мимо ушей. Вот взяли люди, посидели и разбили это для нас, написали это более понятным для нас языком. Это эквивалент 1896 полным школьным классам, класса 28 учеников. 20 704 из этих детей были забраны из дома и помещены или в другие семьи, или в обезьянники. Обезьянниками я здесь называю институты, громкое такое название. Это в принципе или детские дома так называемые. Я их вообще, ну вот то, что там творится на самом деле, это больше в исправительной колонии, наверное, подходит, поэтому я так и охарактеризовала. Но это лично мое мнение. И это говорит, что 20 704 ребенка в 2014 году были забраны в Барнаверн, помещены в другие семьи. И эта цифра эквивалентна 505 полным автобусом с детьми и подростками. Автобус имеет 41 пассажирское место. Вот теперь представьте колонну из 500 автобусов с детьми, в прошлом году это было, которые двигаются к своему счастью под дулом пистолета. Вот здесь уже буквально под дулом пистолета, потому что вот тут вот, кстати, эта статистика была официально приведена, то есть это не мои измышления, вот здесь вот как раз желтым подчеркнуто. А по поводу под дулом пистолета я уже рассказывала, как вот 16-летнего подростка скрутили вот здесь вот он босиком на улице, взрослые дяди заковали его в наручники и повезли обратно к своему счастью, то есть в приемную семью, откуда он и сбежал от насилия физического и морального, как здесь описывалось, он сбежал к плохим, по мнению Барнаверн, родителям, где его и взяли. И дальше он описывал свои издевательства, как над ним издевались в машине, потешались и тому подобное. Так что под дулом пистолета это в буквальном смысле слова. Вернемся к норвежской медицине. Хочу отметить странное заболевание в Норвегии, по-моему, у них здесь нет этому даже описания. Вот у очень многих, даже среди знакомых, вот как бы все время речь встает о поносе. Не обошел это, не обошло это и моего мужа. Вот один раз он попал в больницу с аппендицитом и что-то опять-таки пошло не так, у него началось заражение. Делали повторно и вкололи такую дозу пенициллина, что когда я пришла к нему в больницу, он был как пузырь надут здесь и совершенно красные пятна вот такие вот. После этого ему сказали, что нельзя пить пенициллин, так как у него такая аллергия. Поэтому когда вот случился у него, случилась проблема потом, ну я побоялась просто давать мой левомедицин, который в принципе ставит здесь, ну если какие-то проблемы у нас с этим возникают, буквально за один день. Он отказался его принимать и, то есть я попыталась его речить как ребенка, рис, отвары от риса, сухари, кисели, но вот это он все отвергал. Но, значит, ему посоветовали, что нужно пить колу, йогурты пить, молоко и, ну вот Брюс, Брюс это как наш лимонад. Я пыталась ему доказать как бы логически, то есть у тебя и так бурный процесс происходит, если ты сейчас йогурты будешь пить, это же новый процесс начнется. Но вот он ничего не отмечал, но потихонечку принимал все это дело, потому что я находила спрятанные у него йогурты в тумбочке. Дело, то есть уже месяц больше длилось, я его уже просто возила в больницу, потому что у него дрожали ноги, он не в состоянии был везти в больницу, везти машину. Конечно, в счете, когда мы однажды приехали в клинику, видимо, за очередным рецептом на колу, он просто упал в обморок от обезвоживания, у него очень низкое давление было. И вот я пока сидела, я сделала его фотографию здесь, вот как я здесь описала, что я молилась буквально Богу, что это случилось в больнице, потому что если бы это было дома, я не знала бы, что делать. И скорая сюда не приезжает, то есть как его волочи вот в таком состоянии в клинику, даже там со своей машиной, я не представляла. Поэтому вот была такая ситуация, после которой он уже стал принимать и сухарики, и все, что я ему как бы сама и прописала. По поводу, лежат ли пациенты в больнице в коридорах, как вот у нас очень часто упоминается, как все плохо в России, вот то ли дело с рубежом. Ну вот вам фотографии, пожалуйста, здесь привела я. И вот здесь вот за 2014 год написано, 30 тысяч пациентов лежат в коридорах в 2014 году, 30 тысяч пациентов. По поводу равноправия в медицине, нас это очень волнует в России, потому как мы жаловы, что вот бесплатная медицина, в которой можно стоять бесконечно там в очереди, или очень, кстати, очень интересно, мне как-то надо провести статистику, сколько же приходится в России ждать врача в бесплатной очереди, действительно бесплатной, а не как в Норвегии, условно бесплатной. Ну вот, то есть я по поводу цен я вам уже приводила, например, вот чуть ранее, а сейчас вот, скажем, мы посмотрим по поводу, на примере такого всеобщего, всемирного заболевания, как рак. И вот здесь вот приводится как раз вот статья, статья написана в ВГ, в нашей важной газете, где, сейчас мы переведем для общего обозрения, норвежские врачи, которые именно лечат раковые заболевания, вызывают, бьют тревогу о том, что новые лекарства, они доходят в Норвегии, больные умирают в жизни, пока, значит, ждут новые эти вот лекарства, то есть не закупаются, не закупляются лекарства за рубежом, ждут изготовления своих норвежских, вот здесь вот, если кто-то знает как-то болезни медицинного по поводу рака, наверное, может все вот это вот понять, все вот эти вот названия лекарств, которые делаются и ожидаются больными в Норвегии, вот здесь вот написано, что не готова, не готова, не готова. Вот здесь вот описано о проблеме рака в Норвегии, 40% из всех норвежцев получают рак в течение жизни, 40% это практически половина норвежцев получает рак. Что интересно, вот здесь вот это вот подтверждение моей такой вот, ну не догадки, а то, что я заметила, то есть настолько много в моем окружении, среди моих знакомых, может быть или незнакомых, но тех, кого я знаю, может быть в лицо, или знакомых моих знакомых, родственников и так далее, столько заболеваний раком, что у меня, в принципе, раз за разом возникает вопрос. Я уже это где-то задавала, наверное, в своем видео и снова повторяю. При чистейшем воздухе горном, при кристально чистой воде, вкусной воде, без всяких там, я не знаю, примесей, добавок и стоковых вод и химикатов, при такой природе, при таких законах, при достатке материальном, как это во всяком случае говорится и пишется для, может быть, россиян только, в других газетах я не читаю ведь, то есть при всем вот этом благополучии 40% всех норвежцев болеют раком в течение своей жизни. Это почему? И здесь проходит дискуссия на тему, стоит ли врачам рекомендовать лекарства из других стран пациентам, которые не в состоянии оплатить свое, то есть оплатить эти лечения, это лечение, то есть эти лекарства. Вот вам подтверждение, что не только в России существуют богатые и бедные. 60% норвежцев считают, что у нас, у них, у норвежцев система здравоохранения двухуровневая, где ваши личные финансы имеют важное значение для хорошего лечения, которое бы вы могли получить. Это вот как раз вот для 2017 года уже, то есть это совершенно последняя статистика. Вот здесь вот по поводу лечения рака, здесь вот для одного товарища Бьерн Даллен заплатила, Бьерк, Бьерк, это женщина, она заплатила 300 тысяч крон для своей иммунотерапии, и это еще у нее не закончено, скорее всего, это должно быть продолжение какое-то быть. Откуда взять такие деньги? Я не представляю. Мне сейчас насчитали пенсию по нетрудоспособности 50%, то есть 50% нетрудоспособности, и с половиной тысячи крон в месяц. То есть если бы была стопроцентная нетрудоспособность, это было бы 7 тысяч крон. Вот я обращаюсь к тем, кто пишет в Одноклассниках, типа, сравните цены. В Норвегии это там 150 или 250 тысяч рублей, а в России это 10 тысяч рублей. Вот будет вам показать листочек, но, к сожалению, это не входит в мою программу сейчас о медицине. Будет тема, наверное, благосостояния населения. Если бедные и бездомные в Норвегии, там я и приложу свой документ о моей пенсии. То есть минимальная пенсия здесь, я хочу просто коротко сказать, 13 тысяч, около 14, там что-то. Но, чтобы получить эту минимальную пенсию, нужен рабочий стаж 40 лет. У меня 10 лет рабочий стаж. Сразу же, видите, к чему это приводит. Пенсионная система рассчитывается не совсем по тому принципу, как в России. То есть здесь еще зависит от того, живешь ли ты с кем-то, кто это, то есть пенсионер ли он или он работает, какой его доход, сколько он зарабатывает или получает пенсию и так далее. То есть еще может быть ситуация тогда, когда мне насчитали пенсию, а у мужа могут высчитать какую-то определенную сумму из-за того, что жена получает пенсию. То есть здесь не все так просто, как описывается на сайте одноклассники о жизни в Норвегии. Медикаменты, которые доставляются из Германии и Дании, стоят очень дорого. И вот задается вопрос, а может ли покупаться медицина в частном порядке в Норвегии? Да, вот отвечают здесь. И вот озвучивается сумма. Это может стоить 700 тысяч крон и более в год. Почему эта медицина обязательно должна производиться в Норвегии, я не совсем понимаю. Но, наверное, для того, чтобы это было дешевле, насколько я понимаю. Но если столько людей умирает в очереди, не дождавшись своей медицины, ну, почему не закупать? Ну, короче, экономия на людях. Помните про присказку в России, что потерявший ногу человек ходит каждый год, показывает врачам, не выросла ли у него вторая нога для того, чтобы получить пенсию по нетрудоспособности. Как это в Норвегии? Вот здесь вот приводится в статье рассказ о мальчике. Кстати, был под опекой Барнаверн сначала. То есть до 18 лет Барнаверн, ну, как бы содержит. То есть у него была даже собственная квартира. Ему были сделаны операции бесплатные. У него очень сильный сколиоз. Поставили пластину металлическую, которая поддерживает его скелет. Но после 18, вот рай закончился, его выставили из квартиры. То есть, видимо, это временное было такое жилье, пока он находился в Барнаверн. Кстати, он туда пошел по собственной воле, хочу отметить. Возможно, что не все получают там квартиры. На счет этого ничего не могу сказать, пока я с этим не разбиралась. Во всяком случае, в данном случае его выставили из квартиры. Закончилась всяческая помощь с деньгами и вообще просто помощь. Когда он пришел в НАФ, НАФ это наша социальная служба, ему сказали, что он вполне может работать, например, механиком. Так как он в детстве мечтал стать механиком, прежде его расспрашивали. То есть все, что происходит, какие-то ваши встречи с людьми, это не проходит незамеченным. Это рано или поздно всплывает в вашей истории. В данном случае ему сказали, что вот ваша мечта, твоя детская, пожалуйста, может и осуществиться. Ты можешь работать механиком. В то время как он сам весит 35 килограмм и совершенно он не может даже поворачиваться, поднимать более полукилограмма. И если сломается тонкий штырь внутри его организма, то этот штырь просто проколет легкое. Но в данном случае социальная служба посчитала, что все это фигня. Он должен работать, зарабатывать денежки и отправил его на работу. Но вот пока не нашлись люди, которые занимаются его проблемой. Кстати, даже не мать, а именно совершенно посторонние люди. В Норвегии, так же, как и в России, некоторые бросают клич на сбор средств для того, чтобы помочь раковым больным, к примеру, или на какие-то другие заболевания. Или в помощь людям, короче. Поэтому все, опять-таки, возгласы о том, что вот в России, только в России собирают на лечение там, ну и так далее. То есть вот вам, пожалуйста, самая благополучная, самая материально обеспеченная страна в мире не может найти средства для того, чтобы лечить своих людей. Поэтому вы не одиноки в России. Хочу вам сказать, что вот здесь вот статья одна есть, где норвежцы приезжали на лечение в Москву. Вот Силия, 37-летняя, приезжала в Москву на лечение. Здесь не лечится. Рассеянный склероз не входит в программу государственного стандартного лечения. И вот написано, что кроме того, трансплантация столовых клеток делается только самым больным из больных. И то безумная очередь. И приводится статистика, что нужно за рубежом заплатить до полутора почти миллионов крон. 13 человек в Норвегии получили помощь за последние годы. 13 человек всего. Из около 10 тысяч пораженных этой болезнью, около 100 отправились на лечение за границу. То есть вот, пожалуйста, 10 тысяч людей в благополучной Норвегии, в зажиточной стране, не могут себе позволить выложить миллион за то, чтобы их вылечили в другой стране. Это я о благосостоянии народа в первой стране мира. Подводим некоторый итог. Бесплатная медицина в Норвегии и вообще медицины как бы. Что вот вас ждет, если вы... Итак, скорая помощь не приезжает на дом. Если вам необходимо вот срочно какое-то вмешательство, вам нужно будет самим доехать каким-то образом. И в основном это стоит от 400 крон. Потому что вам там будут или кардиограмму снимать, или там давление мерить. То есть, ну, обычный набор от 400 крон. Специалисты. Ожидание 4-6 месяцев со дня запроса. Стоимость также специалистов 300-350 крон. Все делается через участкового врача. Даже в частной клинике вам нужно будет получить направление от вашего участкового врача. Стоит каждое посещение примерно 180 крон. Если вы назначили время у специалиста и не предупредили заранее, обычно вам приходит письмо с извещением, что вы получили время на такое-то число, такое-то время. И там же написано последний день, когда вы должны предупредить, что вы не сможете прийти в этот день. Если вы пропустили, не предупредили врача, то у вас уже не 350, к примеру, стоимость невролога будет стоить, а 700, то есть обычно 50% берется. Я не уверена, но во всяком случае берется уже полная сумма за то, что вы пропустили, не пришли в назначенное время и не предупредили врача. Каждый участковый врач за каждого пациента получает где-то 6000 крон. Я говорю тоже примерно, потому что это лет 7 назад я знала эту цифру. То есть неважно, будешь ли ты приходить к нему, он все равно получит свои 6000 за тебя. И я показывала таблицу, сколько обычно пациентов имеет врач, видимо, в зависимости от квалификации его. Вот умножайте на 6000, сколько он получает просто за то, что у него есть этот пациент в списке. Итак, примерно, значит, у нас процедурные какие-то манипуляции 50. Крон – это мочу сдать, там кал, сделать укол, по-моему, 150. 180 – это участковый врач, 450 – это скорая, то есть вы приезжаете сами туда. Где-то 250 – это рентген. И 350 примерно – это специалисты. Теперь мы посмотрим, сколько же нужно ожидать специалистов. Я боюсь просто мои слова, то, что я ждала 4 месяца, никто не поверит. Но вот здесь вот как раз перечень идет специалистов. Вот, например, детские заболевания – это в зависимости от врачей еще дополнительные договоры с обычными врачами. То есть я так понимаю, что это частные еще врачи, с которыми заключены договоры. Ну, то есть даже вот плюс к тому, что есть еще частные врачи, мы смотрим, сколько это венкотит. Венкотит – это как раз ждать, ожидание, то есть ожидание этого врача. Вот, пожалуйста, здесь все приведены из Танхейма. 6 недель. Юкер – это неделя по-навельски. 6 недель, 8 недель. То есть 4 недели – это месяц. Вот, смотрите, это у нас были дети. Посмотрим кардиология. Кардиология. Просто это опять-таки, ну, вот Транхейма здесь приведен. 20 юкер, 20 недель. Делим на 4, 5 месяцев. Что у нас еще такое? Значит, вот кардиология такое основное. Неврология. 6-10 недель. Психиатрия. Психиатрия. Посмотрите, что делается. То есть мало кто знает, но Норвегия при своем благополучии и самой счастливой стране, тоже где-то я видела, статистика, имеет еще и первое место по самоубийствам и депрессивным состояниям людей. Вот приведены психиатрия, как-то сказать-то, востребованность. Востребованность в психиатрах. И вот, пожалуйста, здесь вот Алисунт, наша Молдэ, 6 юкер, 6 недель. Ну, здесь вот разные, значит, города. А вот ожидание. 32-34 недели. Делим на 4. То есть от 6 месяцев. 24 недели. 26. 52. Это, по-моему, уже год ожидания. 52 тоже. Вот вам, пожалуйста. Это у нас была психиатрия. Это частная клиника. То есть частные это врачи. И сейчас мы посмотрим в частной же клинике, сколько это будет стоить. Хочу опять-таки подчеркнуть, что даже в частную клинику нужно обязательно направление от участкового врача. Но это не так-то просто сделать. Я не знаю почему, но очень трудно добиться вообще что-либо здесь. То есть чтобы добиться того, чтобы тебя признали больным. Один человек сознался, мой сын, когда, похоже, пошел с кома, когда у того вообще просто отнимались ноги. Понятное дело, что это была грыжа тоже позвоночника. Но категорически просто ему отказывали в МРТ. И уже, так как он слабо говорил по-норвежски, с ним пошел мой сын. И, ну, разругавшись, буквально там выяснил, что дается, так же, как и в России, выдается лимит определенный. Так как страна платит, государство платит за это, то все должно быть структурироваться. Нужно же быть первой страной в мире, правильно? Каким образом это поддерживать? А вот таким вот. То есть, оказывается, есть лимит на тот же самый МРТ, поэтому так сложно получить его. У каждого врача есть определенный лимит. Вот в данном случае, видимо, у врача уже этот лимит закончился, и ни в какой он не хотел давать ему, вот этому товарищу. Ну, то есть, вот вам, пожалуйста, есть частная клиника, но, опять-таки, нужно добиться направления от вас леги. Кому-то это удается легко, это, опять-таки, зависит от человека, от места и так далее. Ну, вот это вот у нас цены. То есть, разговор с врачом 800 грн, не знаю, чем отличается. Вот просто вот простой разговор написан с врачом 800 рублей. Консультация до 20 минут 900 рублей. Консультация до 40-60, вот таким образом различается. Здесь исследование сердца, ЭКГ берется у вас, знаешь, это будет стоить почти 5 тысяч. Дальше консультация и дальше всевозможные исследования, что ли, тесты там какие-то берется. Ультралит, вот, например, вот здесь вот. Ультралит – это ультразвук по-русски. Ультразвук на сердце 3-400 и так далее. То есть, вот здесь вот идет, ну, гуляция такая и по ценам. Исследование легких, вот, пожалуйста, здесь, то есть, сначала консультации, дальше там какие-то назначения и так далее. Ну, вот здесь вот, кто страдает сном и неврология. Вот здесь вот это уже, двери и тот там, ну и так далее. Вот такие вот цены у специалистов, если вы в состоянии. Я уже не в состоянии.